если не будет резкого кренового аранжизма, я буду голосовать за него если нет, то не за кого, я прямо скажу, то не за кого но не будет такого заявления, что я голосую за Путина а я сказал, что я за Путина не буду голосовать ты кто же из нас, извиняюсь, является путинистом? по выборам, вот смотрите я сегодня пришел к вам на встречу хотя у меня трое детей для того, чтобы узнать за кого вы, поскольку ваше мнение для меня очень интересно я буду голосовать если не будет совсем уже обнажен этот оранжевый слой происходящий, то я бы как голосовал, так и буду голосовать за коммунистов я за принцип голосую в любом случае я не буду голосовать но если этот оранжевый принцип будет безумно сильно обнажен то я буду голосовать за того, кто самый не оранжевый но я не знаю, мне очень не симпатичен Жириновский но если окажется, что все остальное оранжевое за это или ни за что ведь так тоже можно сделать я все время голосовал за коммунистов я вопреки всему голосовал за коммунистов потому что вы видите и нет если не произойдет чего-то особенно сверх выдающегося в сторону оранжевого я за них и проголосую но я сознательно и принципиально не голосую за Путина потому что есть компоненты, по которым я не согласен Я принципиально не согласен. Я с историческим выбором России не согласен, я не считаю, что она Запад. Я не согласен с тем, что происходит в образовании, культуре, обороне, здравоохранении. Зачем я за это буду голосовать? Я надеюсь, что на следующей неделе все-таки разум возобладает партией. Если нет, я буду призывать всех голосовать, как они хотят, а сам заявлю о том, что я только свяжу за чистыми выборами, у меня нет кандидата. Но за Путина я голосовать призывать не буду. Скажите мне, пожалуйста, а за кого вы голосовали в 96-м году? Что, в 96-м году я голосовал за Зюганов? А в этом году? Вот сейчас за кого я буду голосовать? Если Зюганов не будет с оранжевыми за него, но не за Путина. Я не буду голосовать за Путина. Отлично.